Друзья мои, от всей души приветствую вас на нашем замечательном канале. Мы сегодня с моим сыном Денисовичем. Денисович, ты где? Вот он мой помощник, прораб. В общем, взяли две пенки, а две пенки нам хватает, да намного нам хватает. На дворе август, впереди сентябрь, это последний месяц, когда нужно будет залить уже армопояс, залить все перекладины, ворота и так далее. Начнем все это дело монтировать, в общем, очень сильно торопимся, поэтому работаем, ну, работаем в три смены. Вы писали в комментариях, Денис, а зачем ты делаешь по одному ряду, гонишь по одному блоку, ну, выстраивая углы, если можно прогнать сразу ряда 3-4, и вообще будет все то же самое. И я подумал, а ведь действительно, во-первых, я нахожусь сейчас на таком уровне, где уже надо строить леса, а во-вторых, это грамотно и удобно. При наличии пузырькового уровня, почему бы мне сразу углы не выставить, правда, в 4 блока, это как раз будет удобно и работать с лесов, и это будет являться границей следующего армирования. Друзья, и прежде чем мы сейчас с вами начнем, очень важная информация о YouTube, по-моему, все. Раньше это были какие-то оползновения в сторону его окончания, но сейчас он уже прям просто все уходит, да? И под видео в описании я оставил ссылки ВКонтакт, Дзен, Рутуб, Телега и новая платформа под названием Платформа. Вот, все эти ссылки, друзья, это для того, чтобы нам с вами просто не потеряться, потому что я на YouTube, на YouTube, я в блогинге надолго, я надолго. И я, и жена моя, и Никита, мой сын Денисович, все мы в YouTube надолго. И гараж мы строим для того, чтобы всем вам было классно нас смотреть, потому что в гараже будет мастерская, и там будут наши новые творения, изобретения, вам понравятся. Прям очень прошу, оторвитесь на одну всего лишь секундочку, подпишитесь на эти все, ну хотя бы на Телегу, как минимум на Телеграм и, допустим, на Дзен, вот, чтобы просто не потеряться. Ну и все, мы начинаем, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Точнее, ровнее, аккуратней, меньше заморочек, правда меньше заморочек, едем дальше Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь хочу вам рассказать по инструменту Денисович, запрыгивай наверх Смотрите, вот этот угольник, мне кто-то говорил, что прикольная штука, где взял, я его сделал сам Все очень просто, угольник под 45 и уголочек Вот, все оси ровно 90 градусов друг к другу Кладется на любую поверхность, вот, вообще без проблем И по длине я делал 18 сантиметров, потому что блоки бывают 20, бывают 19 А 18-ка, она никому не мешает И тут 18, и тут 18 И здесь, по-моему, тоже 18, но не точно Дальше, я использовал пилу Пила простая, продается в магазине До этого брал какую-то дешевую, без напаек Короче, все это дело стерлось, она просто стерлась реально С напайками вот эта пила, она уже выдержала стройку дома и гаража Единственный момент, что с ручкой, видите, проблема, но тут надо просто болтами протянуть Дальше, что еще понадобится? Это вот такой вот уровень Ничего себе, а что вчера было? Что-то все, смотри, залило Дождь был, наверное И уровень, ну и рулетка, понятное дело рулетка Кстати, киянку еще использую Вот, она у меня постоянно обрастает пеной Периодически так отломишь и работаешь дальше Вот, все, инструментом больше ничего, собственно, и не нужно Все, а, ну вода, вода То есть нужно, чтобы у вас постоянно в шланге был пистолет с водой Вот и все Субтитры сделал DimaTorzok Слушайте, ну а правда Вот, вот действительно Класс 4 блока Блин, это интересно Это классно Мне понравилось Мне понравилось И сыну понравилось И сразу видно рост дома Для тех, кто говорит, что это все кладка плохая Мало кто, правда, так говорит Но были комментарии, что, что за кладка такая, Денис Ну, кто тебя так учил Друзья 10 лет я на стройке 10 лет Краить нельзя на трех вещах Это на крыше Это на фундаменте И это на стенах Но неровная кладка это не краилово Неровная кладка это больше скорость Какой-то мысль хотел здесь умную сказать Так ничего и не получится, наверное Когда мы сейчас доложим стены Потом сразу же обошьем обрешеткой И обошьем стены хаубергом Скорее всего, это будет хауберг И он будет точно такой же, как на нашем доме То есть в единое целое Я так хочу Ни один больше человек не заметит то, что стены где-то были кривые, неровные И что-то такое Поэтому, братцы Не заморачивайтесь На самом деле, ну это гараж Ну, друзья Если говорить о доме Еще раз, о доме У меня там 17 армированных колонн Весь дом построен на скелете, на бетонном И пеноблок там является лишь заполнением В данном же случае Это одноэтажная конструкция Высотой в 3 метра Все Нагрузки минимальные В крыше ничего хранить не буду Вообще, все легко И, кстати, по крыше Думаю, что даже не дерево буду использовать На этих пролетах Потому что пролеты по 6 метров А мысль есть использовать LSTK Конструкцию LSTK Едем дальше Смотрите Ну, сегодня, конечно, в видосе Наверное, все стены не добью Но, тем не менее Будет интересно Какая-то мысль появится Тоже расскажу Поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 По пеноблоку, друзья, у меня действительно не автоклавный газобетон. Я где-то, может быть, сказал газобетон. Это простой пеноблок. Серый простой пеноблок. И из лайфхаков, если вдруг кому-то интересны мои лайфхаки, которые за жизнь уже появились, я скажу только одно. Вот вам приехала новая пачка. Она сырая, мокрая, вон у нее все течет. Старайтесь ее не открывать. Старайтесь работать тем пеноблоком, который вам приехал уже давно. Пусть он выпаривается. Пеноблок любит влагу. Вот. Чем быстрее из него уйдет влага, тем быстрее он у вас потеряет крепкость. Хотя, хотя, у ребят, у которых я беру пеноблок, не знаю, смотрят они меня или нет, у нас есть такой населенный пункт Чуйский, и вот там делают Чуйский пеноблок. Вот смотрите, вот этот пеноблок здесь простоял уже какое-то время. Ни одной трещинки усадочной. Вообще ни одной. Честно, когда я строил дом, видели бы в этот блок. То есть вот это просто счастье. Это счастье. Класс. Мне нравится. Ну и второй момент, что могу еще сказать, если вдруг кому интересно. Вот все равно, конечно, иногда в пачках появляются вот такие моменты. Но что мы делаем? Мы просто опиливаем и опиливаем их на клочки. То есть где надо использовать какие-то клочки. Вот у меня сын берет. Вот видите, это уже готовый блок для укладки. Берет просто и вот из таких выпиливает мне элементы. Помогает тем самым папе. Вот мой герой. Пацан мой. Давай. Вот так. Братцы, все, продолжаем работу. Как говорится, едем дальше. Друзья мои, я вам еще один момент важный не сказал. Так уж повелось, что все мои зрители, это мои замечательные покупатели по меду. То есть это типа мой мерч, это мой мед. Вот. Мы вчера вернулись с пасеки. Я уже взял тару, полторашки, единички. Вон все готово. Кстати, забрус есть вкуснейший. Все. Привез разнотравие. Есть дягиль. Поэтому, друзья мои, жарковский-мед.рф, заявочки делайте. Медок классный. Меда не так много, но я думаю, всем хватит. Пишите, отправлю. Меда не так много, но я думаю, всем хватит. Меда не так много, но я думаю, всем хватит. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Нормально мы сегодня с сыном поработали. В общем, 14 рядов у нас уже победные. Сейчас мы дошли до того уровня, что нам нужно сделать перекладину. Причем она не просто будет перекладина над воротами, простая. Она будет немножко сложная, так как из того профиля будет здесь у нас три фермы, ведущие для установки уже навеса. И поэтому вот в этой перекладине будет встраиваться спецкаркас металлический для наварки потом этих ферм. Вот, поэтому я беру паузу дальше по кладке. И сейчас начнем городить здесь арку. Она будет из бетона, то есть 20 сантиметров мы специально оставили. Будет такой п-образный, п-образный такой вариант с небольшими крыльями, так скажем, для фиксации уже в дальнейшем ферм. Ну, мне кажется, мы нормально поработали. Сколько кубов? Да я даже не буду считать, тут много положили. В общем, друзья, еще раз подписывайтесь на те все соцсети, которые я вам выложил. Кто не подписался в начале и кому понравился дальше контент, кто хочет дальше за нами наблюдать, пожалуйста, подпишитесь. По меду тоже я вам все рассказал. Медок есть. Ну и все. В общем, у нас перерыв небольшой. И увидимся с вами в следующем видео буквально вот там через несколько дней. Все, пока, пока. Продолжение следует...